Апнеа Клаб Горький представляет Это относительно новая дисциплина, выделенная в отдельное Чему все спортсмены безмерно рады Новичкам эта дисциплина нравится, потому что не все умеют плавать дельфином и брасом А плавать в разножках умеют практически все Да, Александр, ты прав, это первое, с чего начинают, с чем сталкиваются фридайверы после базовых курсов Все подводные охотники плавают в раздельных ластах, поэтому этот запрос уже давно назревал День разгулялся, зашло солнце, в бассейне очень солнечно, классная атмосфера Предыдущие старты показали нам настрой спортсменов на борьбу, настрой спортсменов на победу Посмотрим, что принесут нам эти старты Я думаю, будет не менее интересно и интрига сохранится буквально до конца соревнований Погнали! Сегодняшний соревновательный день открывают спортсмены Тетмукова, Светлана, город Чебоксары И Шахилисламов, Булат из Казани Сейчас нам показывают настрой, подготовку спортсменов к старту Мы видим, что Булат дышит Первый старт, конечно, очень волнительный, но ребята, по-моему, справляются И вот мы видим старт дан, и началась работа ногами Если обратить внимание на технику Булата, то мы видим немножко сгибание ног с коленок, что не очень хорошо у нас Светлана отлично плывет, было и хорошее скольжение в начале И такая размеренная техника, она применяет, в общем-то, такую уже распространенную технику Несколько грибков и скольжение Все это у нее отлично получается Ой, у нее, по-моему, оторвалась ласта Да, мы видим, мы видим, мы видим Спортсменка потеряла ласту и подходит к дистанции 50 метров С грибкой одной ластой Ничего себе она дает, конечно Тем не менее, разворот Разворот на 50, Светлана Вот что значит стремление к победе Ничто не мешает продолжать Так, и Светлана выходит Примерно на 65 метров О, 59 метров 59 нам показывают Булат приближается к отметке 75 Размеренно, не торопясь Мне кажется, Булату лучше было бы руки совсем вдоль тела Вот разворот и выход И выход Что же скажет судья Алексей Серов Это, наверное, где-то 79 метров Показывает знак ОК 78 метров, но дисквалификация Погружение дыхательных путей под воду А, Светлана улыбается в своей ситуации Ну, Булат, красная карточка Погружение дыхательных путей под воду Не очень просто, удачно вышел Так-то все нормально было Да, ну, просто не хватает, видимо, соревновательного опыта И второй старт Продолжают ребята из Казани Это Сидоров Александр И Адаев Эдуард У ребят очень неплохие личные рекорды Порядка 75 метров И я думаю, что они будут стремиться эти результаты улучшить Ну, посмотрим Чем для них будут Наши сегодняшние соревнования Наши сегодняшние старты Либо повторением личного рекорда Либо улучшением его Очень активно ребята начали Такая активная работа Достаточно быстро они плывут И вот первый разворот нам показывают Ребята разворачиваются по-разному Но мы видим, что такого хорошего толчка не получилось При этом можно отметить, что у обоих ребят Немного задрана голова Напряженная шея Что, в общем-то, не очень хорошо Мне кажется, тут сказываются их Какие-то подводно-охотничьи инстинкты Да, наверное, ребята охотники Но, тем не менее, развернулись на 50 метров И плывут к отметке 75 Да, и будут улучшать свои результаты Да, однозначно, мне кажется И вот спортсмен совсем замедлился Да, Сидоров Александр Смотрим, что там замедлился Адаев Эдуард готовится выходить Восстановительное дыхание мы видим Очень спокойный, уверенный выход Да, мне кажется, даже с довольно большим запасом Выполнение протокола 86 метров, отличный результат Молодец, очень хороший результат Показал Эдуард Вот Александр Александр, Александр сохраняет интригу Не торопясь, размеренно Плывет, очевидно, к своему какому-то персонал-бесту Готовится выходить Да, серьезно, он прибавил Уже больше 100 метров И спортсмен выходит Немножечко его подсамбливает Да, мы видим Мы видим Но, наверное, протокол вроде выполняет чисто Справился, молодец Да, это белая карточка И личный рекорд 109 метров Достоин поздравлений Но на грани На грани И третий старт сегодняшнего дня В дисциплине Динамической обнови в классических ластах Хайрулин Альфред И Буллин Дмитрий из Москвы Альфред из Казани На этих соревнованиях Я так понимаю, что у него дебют Спортсмены настраиваются Делают подготовительное дыхание И вот мы видим старт там У Альфреда классическая казанская техника Подводно-охотничья А Дима, как мы видим, плывет, по-моему, в дельфинах Да, это дельфины Это дельфины, тренировочные ласты Но при этом Дима уже что-то знает О таком расслаблении О правильной технике ныряния Опустил голову, расслабил И, наверное, поскольку стрелочка не получается Расположил руки вдоль тела Конечно, в дельфинах на соревнованиях Участвовать, ну, это такая себе идея Но, видимо, других нет Мы не ищем легких путей Дмитрий заканчивает Показывает протокол И Альфред тоже, видимо, выходит Вполне восстановительное дыхание Снимает маску Одинаковый результат Молодцы, ребята По 84 метра Да, стоит отметить, что оба улучшили свой личный рекорд И вот, друзья, на старте мы видим Сидорову Елену из Казани И Панкеева Вадима из Нижнего Новгорода Оба заявили по 50 метров С личным рекордом 75 метров Ну, посмотрим, посмотрим Как они сегодня выступят Что даст им этот старт Вадим из Нижнего Новгорода Только начинает заниматься фридайвингом И вот, как мы видим В таком практически без снаряжения Без зажима, без груза В таких снорклинговых ластах Решил попробовать себя Решил попробовать свои силы И решил попробовать силы на соревнованиях Это достойно уважения Я просто хочу сказать, что Если у человека есть желание Его ничто не остановит Ни отсутствие снаряжения Ни отсутствие опыта Есть желание И человек его реализует И это действительно очень хорошо И вот первый разворот Вот первый разворот Спортсмены идут достаточно уверенно Елена имеет довольно неплохой Personal Best 75 метров Спортсмены подходят К отметке 50 метров У Лены очень неплохая техника И ей бы только добавить Фазу скольжения Ну, собственно говоря И Вадиму тоже Мы видим Фазу скольжения Елена готовится выходить Смотрим 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 на результат По-моему, немножко она не доплыла До 75 Вадим тоже выходит Елена 63 метра А Вадим 86 Белая карточка Вадим 86 Вадим улучшил Улучшил свой персональный Но, по-моему, есть куда еще Ему плыть Вышел с запасом А вот Елена что-то сегодня Не догнала до своего персонала И место, наверное, перенервничало Сказывается Все-таки напряженность соревнований Напряженный стартов Пятый заплыв открывает Серова Галина из Москвы И Казаков Станислав Из Казани Мы видим, что Казанская школа На наших соревнованиях Представлена довольно Большим количеством спортсменов Ну, вот Смотрим старт И спортсмены Постремились к своему результату Сколько же они у нас заявили У Галины Заявка 50 метров При личном рекорде 75 А Станислав У Станислава Персонал Бет 100 метров Но заявленный результат Всего 50 Посмотрим на реализацию Смотри, как Галина Здорово, расслабленно плывет Вот Наверное, такой Первый Дайв Который прям Осознанный Фридайвинговый Фридайвинговый Расслабленный Да Ну, посмотрим Посмотрим на результат Галина достаточно Неторопливо Раскальзывает Начинается история Про расслабление Здесь И вот мы видим Уже разворот на 50 50, окей Смотрим Показывают нам Станислава Операторы Тоже развернулся На 50 метров Тут, наверное, сказывается Нехватка Растяжки Да Что Руки Стрелочку Не складываются Да Хочется, наверное, посоветовать Ну, спортсменам Если Стрелочка Еще не совсем Получается То, на мой взгляд Лучше Ее не делать Совсем Лучше Побольше Расслабиться Опустив руки В технике Беласт Да Конечно Растягивайте плечи Чтобы стрелочка Получалась Хорошо Мы видим Спортсмены вышли Практически Одновременно Показывают Знаки Окей О, Станислав 121 метр И Серова Галина 100 метров Отличные результаты Каждый Значительно Значительно Улучшит Свой Personal West Мы видим Спортсмены Довольны Довольно Выполнены Программой Выполнены Своими Вступления В шестом заплыве У нас Один участник Оказался Это Сергей Ченцов Потому что Другой спортсмен Быков Алексей В этот день Не смог Принять участие В соревнованиях Каким-то причинам Снялся старт И вот мы видим Старт Сергей Ченцов Представитель Нижнего Новгорода Это Один из самых Опытных Подводных Охотников Наверное Не только У нас В регионе Не только Нижнего Новгорода Но и России Представитель Сборной По подводной Охоте Спортсмен Достаточно Большим Опытом Погружений И для него Конечно Классические Ласты Это Родная Родная Дисциплина Родная Эстезия То чем Он занимается Три Четыре Пять Раз в неделю Ныряя В местных Реках В поисках Рыбы Вот нам показывают Сергей приближается Как не 50 метров Идет Достаточно Спокойно Неторопливо Разворот Уходит На Дистанции 75 Достаточно Достаточно Расслабленно Идет Ну вот Опять То что О чем Говорили В предыдущем Заплыве Это Положение Рук Ну Для подводных Охотников Собственно Говоря Это И не Свойственно Да Разворот На 75 Видимо Очень Размеренную Работу У Сергея Да Сергей Выходит Готовится Выходить Мы видим Что его Личный Личный Рекорд Да еще По-моему Не очень Готовится 76 А вот Уже Выходит И Что же Что же Скажем Довольно С большим Запасом Вышел Улыбается 92 Метра Молодец Сергей Улучшил Свой Персонал Дест На наших Соревнованиях Да Мог бы Еще Плэй И Эта Белая Карточка Поздравляем И Мы Видим Седьмой Старт Седьмой Старт Отдан Представителям Костромы Это Петрова Наталья И Колескин Дмитрий Это Подопечные Дарьи Аксеновой У них Одинаковые Личные Рекорды 75 метров И Одинаковые Заявки Спортсмены Заявили Тоже По 75 Метров Обычно Так делают Только Начинающие Фридайверы Заявляя Свои Рекорды Потому Что Очень Большой Шанс Не доплыть До Личного Рекорда На соревновании И тогда будут Штрафные очки Но Я думаю Что ребята Уверены В своих силах И все У них Получится В этом Старте Будем Надеяться Вот Первый Разворот Наталья Довольно Активно Активно Работает Ластами А Дмитрий Вот нам Сейчас Показывает Мы видим Что он Плывет В тренировочных Маленьких Ластах Да В ластах Пауэрфинс Которые Отличные Ласты Конечно Для тренировок Но Для выступлений На соревнованиях Конечно Лучше Длинные Ласты Использовать Александр На нашем С тобой Разговорами Мы видим Что спортсмены Подходят К отметке 75 метров Своим Личным Рекордом И заявленным Результатом Посмотрим Да Дмитрий Делает Разворот У Дмитрия Очень хорошая Техника Разворота И И И И Да Действительно Интрига Насколько Ребята Улучшатся Наталья Выходит Вот Дмитрий Уже Смотрим Что плывет По поверхности Наталья Выполняет Поверхность Протокол Довольно Чисто И Дмитрий Мы видим Доплывает До бортика Результат Натальи 92 метра Ох ты Ох ты Мы сейчас Видим У Димы У Димы Самбо Посмотрим Вытащит Справился Но Опустил Подбородок Под воду Не знаю Дадут ли Судьи Белую карточку Но Мы видим Что Наталья Была Очень удивлена Но Тем не менее Дмитрий Зарабатывает Свою Трудовую Белую Карточку С результатом 100 метров Это Отлично Очередной Старт И Мы видим Представители Нижнего Новгорода Красильникова Виталия Он в оранжевой Шапочке И Тимохин Петр В белой Шапочке По всей видимости Спортсмены Спортсмены Настраиваются Делают ТО Видим Что Виталий Гипервентилируется Это не очень Хорошая идея Старт Старт Дан Старт Дан И Спортсмены Начали Выполнение Посмотрим Что у них По заявкам По личным Рекордам Виталий Заявил 75 метров При личном Рекорде 75 метров А вот Петр Заявил 75 метров При личном Рекорде 100 метров Виталий На мой взгляд Слишком близко Ко дну Идет И Лучше Немного Приподняться Плывет Примерно В середине Может быть Просто перегружен Потому что Честно говоря Виталий Я не видел Чтобы он выступал До этого На каких-либо Соревнованиях И может быть Просто Сказывается Недостаток Соревновательной Практики Ну вот Вот очередной Разворот Очередной Разворот Нам оператор Показывает Петра С точки зрения Эффективности Вот именно Ныряни Самая удачная Глубина Это Середина Бассейна Так И Красильников Виталий Выходит Выходит Снимает Очки Да И опускает Рот Рот Под воду Это точно Будет Красный Капчик 83 метра И дисквалификация Вот к чему Приводит Гипервентиляция Ну Тем не менее Петр Доплывает По моему До отметки 100 метров Или уже больше Нет Нет Это 100 метров Это 100 метров Это его личный Рекорд 100 метров И он его подтверждает Чисто 83 метра Красная карточка Дыхательные пути И Виталий Красная карточка Много расстроен Много расстроен Но он есть Вот чем работает Девятый старт Сегодняшнего дня Соревнований Открывают Климов Евгений Из Костромы И Корхов Игорь Из Москвы Здесь уже Более опытные Ребята Собираются И они Продуманно Делают Свои заявки Гораздо Меньше Чем Их рекорды Ну Вот старт Мы видим Климов Евгений Заявил 80 метров При личном Рекорде 100 метров А Корхов Игорь Заявил 99 метров При рекорде 133 метра Оба спортсмена Показывают Фазу Скольжения Неплохую Неплохую Технику Здесь уже У обоих Спортсменов Хорошая стрелочка Это им не доставляет Каких-либо неудобств Мы можем сразу сказать Что ребята проводят Много времени В тренировках У Евгения Евгений довольно Интенсивно работает Ластами И скорость у него Немного выше Чем у Игоря Игорь все-таки Чередует Фазу грибков С фазами скольжения Довольно Размеренно В неторопливом Темпе плывет А Женя Работает Достаточно Интенсивно Ну посмотрим К чему Все это приведет Вот очередной Разворот Довольно Неплохая техника Разворота Евгений Выходит Довольно Чисто Показывает Окей И С результатом 102 метра А Игорь Игорь продолжает Плыть Видим у него Модные Молчановские Ласты Сегодня Кстати Я обратил внимание Несколько спортсменов Молчановском Снаряжении Ну объективно Говорят Для плавания Поселения На соревнованиях Именно В Ластах Это пожалуй Лучшие ласты Не плыви здесь Иди на ту сторону На дорогу И эти ласты Помогают Доплыть Да 125 метров И сделать Разворот Сейчас Евгений Закончил Все Свои Попытки Уполнения Сейчас Все наше Внимание Приковано К Игорю Что Он Покажет Нам На этих Соревнованиях И по-моему Продвижается К отметке 150 150 Выход По-моему Все нормально Восстановительное Дыхание Выполняет Спортсмен Давай Игорь Делай протокол Делай протокол И получай Да Мы видим 150 метров И белая Трудовая карточка Очень хороший Результат Молодец Игорь Очередной Очередной Заплыв Сегодняшнего дня Мы видим Козловского Виталия Из города Тольятти И Анатолия Махова Из Костромы Здесь уже Собралась Тяжелая Артиллерия Как мы видим Заявки Увеличиваются Персонал Беста Тоже Увеличивается Сейчас Будет Гораздо Интереснее И зрелищнее Начинается Толя У ребят У ребят Достаточно Большой Соревновательный Опыт Не только У некоторых Не только Со стороны Спортсменов Но и со стороны Судейства Со стороны Организаторов Ну Сейчас Мы будем Видеть Наверное Какие-то Личные Может быть Рекорды Достаточно Красиво Достаточно Размеренно У Толи Мы можем Наблюдать Такую Практически Эталонную Технику Которая Совмещает В себе Размеренное Плавание Не сказать Что Это Полностью Расслабленное Плавание Понятно Что Расходуется Энергия Но со стороны Видно Как будто Это происходит Очень-очень Легко Для спортсменов Да Это Обманчивое Впечатление В первую очередь Это работа Это Не обманчивое Впечатление Это Результат Долгих Тренировок В бассейне Когда Ну там Просто Плыть В мягких Ластах Для тебя Ну совсем Не тяжело Ну я имею ввиду Александр Со стороны Мы смотрим Что спортсмен Парит Испытывает Удовольствие Но В глубине Его организма Происходит Достаточно Большая Работа Я вот Уже Даже Не знаю Какой Сейчас Разворот Нам показывают Потому что Это было 100 метров 100 метров Да Потому что В коротком Бассейне Длинные дистанции Очень много Разворотов Конечно Дисциплине Беласты Удобно Не плыть В полтиннике На мой взгляд Ну развороты Тоже Вносят Своё Разнообразие Виталий Доплывает До очередного Борщика Достаточно Мне кажется С большим Запасом Выполняет 125 метров И это Его новый Личный Рекорд Да И выходит Немножечко Его Отсамбила Но тем не менее На мой взгляд Достаточно Чисто И отличный Отличный Результат 179 метров Третье место Женщины Результат 63 метра Сидорова Елена Второе место В этой же дисциплине С результатом 92 метра Петро Монотария И первое место В дисциплине Дин Б Занимает Серова Галина С результатом 100 метров Ласты Немножки Молчанов Мне бы такие Аплодисменты Мужчины Дисциплины Дин Б Третье место Результат 125 метров Козловский Виталий Второе место С результатом 150 метров Завоевывает Корхов Игорь Сулка Сулка Снаряжения Для Биласт Биласт Ну И первое место С результатом 179 метров Махов Анатолий Молодец Молодец Молодцы ребята Анатолий 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 У нас будет всего два приза Мужской и женский Мы решили сделать эти призы одинаковых И Нет Это не медаль Не только медальница от Буни Мы решили сделать два компьютера Для фридайвинга Омер Поэтому В общем зачете Женщины Просим Первое место Ну не первое А победитель в общем зачете Сезонного июля 138,6 балла Не уходи И Просим Разделить Пьедестал С Юлей Махова Анатолия С результатом 228,6 балла Поздравим ребят Они реально старались Реально Молодцы 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 А теперь А теперь Я бы хотел попросить Всех Всех тех Пару слов Молодцы Значит Я Со стороны Как человек Работает Как человек Не упременавший участие В организации наших соревнований Хочу сказать Что То что мы сегодня Увидели Огромнейшая внутренняя работа Всей команды Всего коллектива Нижнего Новгорода Вот Целиком бассейн Чтобы был у нас Чтобы не было посторонних людей Чтобы Было всем удобно И Организовать все И Сделать так Чтобы Захотелось приехать еще На самом деле Это требует Больших Больших усилий Мы для себя Ярославль Мы для себя Открыли Нижний Новгород Я думаю Что это для нас будет традиция Приезжать сюда На соревнования Ну и Пять копеек В сторону Ярославля В июне месяце У нас традиционно Будут наши соревнования Это первые выходные 6-7 июня Поэтому Милости Просим Если ты не приедешь К нам То мы не приедем К тебе А теперь жди И я еще хотел На самом деле Внести Да Свои Пять копеечек Да Я хотел бы сказать Что на самом деле Эти соревнования В первую очередь Не прошли бы Если бы Не было у нас Вот такого человека Дмитрий Нет Я-то ладно Дмитрий Ярков Который действительно Является Лучшим организатором Подводных мероприятий Разного плана Выездных Соревновательных И так далее По версии Александра Быкова По версии Александра Быкова И не только моей версии Дима Спасибо Вообще Уважуха Теперь хотелось бы Пригласить сюда Всех наших призеров Для группового фото Аплодисменты Аплодисменты Ура! 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 Ура!